Новости на Дону. Василий Голубев окажет предприятие. Причиной соответствующих изменений в законодательстве стали недавние рекомендации президента. Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль до нуля. Перед этим еще стоит принять некоторые нормативные акты, но Василий Голубев уверен, что это необходимая мера для донских бизнесменов. Импортозамещение для Донского региона является очень актуальным. У нас реализуется ряд интересных проектов, они могут быть крупными, которые уже реально живут, реально действуют. Главное, востребованы сегодня не только в Ростовской области, но и в России. Кроме того, глава региона выделил ряд предприятий, которые успешно реализуют программу по импортозамещению. Он также сообщил, что с 29 марта поднимут сумму льготных кредитов от 1 миллиона до 3. Такие займы выдает гарантийный фонд на 36 месяцев по 10% годовых. Отмечу, что Ростовская область сейчас занимает 4 место в стране по количеству бизнесменов. Семьи одного из осужденных по делу Кущевской банды Цапка не будут возвращать квартиру в Ростове. Адвокат Вячеслава Цеповяза обратился в Краснодарский суд с просьбой вернуть семье его подзащитного арестованное имущество. Речь идет о ростовской квартире и полутора миллионов рублей. Суд отклонил ходатайство, сообщая ТРИА Новости. Вячеслав Цеповяз был осужден к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы в ноябре 2013 года за участие в вооруженной банде и совершенных ее нападениях. Имущество его семьи было арестовано в 2011 году в ходе расследования уголовного дела. Памятник стачки 1902 года в железнодорожном районе Ростова преобразят. Постамент капитально отремонтируют, площадку вокруг него оградят, отремонтируют лестницу, установят подсветку и озеленят территорию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Вопрос о выделении средств на работу рассмотрят на мартовском заседании Думы. Отмечу, памятник установлен на месте многолюдных митингов во время ноябрьской стачки 1902 года. В состав комплекса входит горельеф 1967 года и скульптурная композиция «Преемственность поколений», открытая в 1975 году. Памятник имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и символизирует непобедимость рабочего класса. Кроме того, с его высоты открывается панорама на Ростов. На Донском рынке продавали краснокнижную рыбу. Во время рейда на продовольственной базе Врубовая изъяли 200 штук шимаи Азово-Черноморской, рассказали в пресс-службе правительства. Этот вид рыбы занесен в Красную книгу России и Ростовской области. На нарушителя составлен протокол. Материалы направят в мировой суд Ворошиловского района города Ростова. Как пояснили в Минприроде, за такие нарушения грозит штраф физическому лицу от 2,5 до 5 тысяч рублей, индивидуальному предпринимателю от 15 до 20 тысяч рублей. Меру наказания определит суд. До 2018 года донские такси станут белыми и желтыми. К такому решению пришли депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Согласно поправкам с января 2018 года, все легковые такси регионы должны иметь одинаковый цвет кузова, пишет don24.ru. Председатель профильного комитета Законодательного собрания Евгений Шепелев отметил, что изменения в закон направлены на регулирование работы таксомоторных предприятий и частников. Кроме того, государство недополучает значительную часть налогов. Выдача лицензий на пассажирские багажные перевозки для такси платная. Это сокращает число недобросовестных перевозчиков. Отмечу, что в прошлом году на дороге Ростовской области вышли порядка 8 тысяч новых официальных такси, что на 13% меньше, чем годом ранее. По данным регионального министерства транспорта, среди жителей Дона этот вид занятости по-прежнему остается востребованным. Эти и другие новости читайте на нашем сайте don24.tv. Телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Наталья Тарасова, служба информации, радио ФМ на Дону. И о погоде. И о погоде. В Ростове сегодня вечером будет минус 2, завтра воздух прогреется до плюс 1. В Таганроге сегодня вечером около 0, а завтра плюс 1, минус 2. И снег в Сальске это вечером, а завтра будет теплее 3 градуса выше 0. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok